Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и прошла очередная неделя. И снова мы вместе с вами начинаем очередной информационный выпуск. Поговорим о событиях, происходящих, людях их творящих и нелюдях все крушащих. Обстановка в ДНР с каждым днём осложняется. Это связано с усилением обстрелов со стороны ВСУ по мирным районам населённых пунктов, в результате которых страдают женщины, дети и старики. Интенсивность обстрелов за неделю, с одной стороны, неуклонно снижалась. Это связано как сдерживающей и взвешенной политикой нашего политического и военного руководства, так и активной миротворческой позицией миссии ОБСЕ, и резкой, я бы даже сказал нервной, позиции гарантов минских договорённостей МИДов Германии и Франции. А с другой стороны, беспрецедентным сосредоточением сил и средств ВСУ на линии соприкосновения. Ну и, конечно же, наши боевые товарищи постарались. Точечным огнём охлаждая горячие украинские головы. Посмотрите это видео, снято украинскими военными под Горловкой 17 августа. Именно с этих позиций артиллерия ВСУ наносила удары по жилым районам Горловки. Из этого артиллерийского расчёта вышел только один. Итак, давайте вкратце пройдёмся по цифрам. Противник за минувшую неделю в 186 раз нарушил режим прекращения огня. По территории Молодой Республики было выпущено 412 артиллерийских, 480 реактивных и 113 танковых снарядов. А также, по мнению Киева, мы сами себе за шиворот закинули, точнее обстреляли самих себя 550 минами, не поскупившись, с калибрами не только 82 мм, но и 120. Ну, вроде как, чтобы пожарче было. Но сарказм сарказмом, а в результате только одного обстрела 17 августа карателями населённого пункта Горловка, лишь по счастливой случайности не погибло 20 детей. Благодаря организованной системе оповещения, а также грамотным и оперативным действиям сотрудников детского социального центра населённого пункта Горловка удалось избежать ужасной трагедии. Мина, выпущенная с позиции украинских силовиков, разорвалась недалеко от здания центра, в результате чего пострадал фасад и были выпиты стёкла. Перед разрывом снаряда дети были эвакуированы в соседнее помещение, что и позволило спасти им жизнь. Целями для украинских фашистов всё чаще становятся социальные объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Каратели всеми силами стремятся держать людей в страхе, тем самым сорвать процесс нормализации мирной жизни в республике. Наиболее интенсивному обстрелу за неделю подверглись, как всегда, Красный Партизан, Ясная, Еленовка, Ясиноватая, Шахта Абакумова, Докучаев, Старомихайловка, Маринка, Жабуньки, Александровка, Макеевка, Белая Аркаменка, Саханка, Спартак, Петровский район города Донецка, микрорайоны Октябрьский, Трудовские, а также прилегающие жилые кварталы к разрушенному карателям аэропорту. Обстрелы велись с позиции противника из районов населенных пунктов Новгородская, Авдеевка, Новогригоровка, Старо-Игнатовка и Опытная. Вот они какие подарочки готовит ежедневно нам господин Клочков. Вот чем больше ям он таких набьет, тем больше получит звездочек, одну же звездочку героя господин Порошенко ему вручил. Именно Клочков этот негодяй обстреливает Донецкий аэропорт, Пески, поселок Веселое, Спартак. Смотрите, вот в этой песочнице предлагает Порошенко нашим детям играться. Вот за наших детей, за наших матерей и взяли мы в руки оружие. Наибольшее беспокойство вызывает южное направление. В подконтрольных Киеву средствах массовой информации все чаще появляется обвинение вооруженных сил ДНР в провокациях, связанных с артобстрелами города Мариуполь. В нашей разведке стали известны факты, что в период с 10 по 16 августа этого года с южной окраины населенного пункта Толоковка из лесопосадки под разделениями ВСУ проводились обстрелы жилых кварталов Мариуполя. А также установлено местоположение огневых позиций тяжелого артиллерийского вооружения. Севернее населенное пункта Бердянское, ведущего огневое воздействие в направлении Широкина и Мариуполь. Давайте послушаем. Басурина Эдуарда Александровича. Данные говорят о том, что командование вооруженных сил Украины, прикрываясь надуманными обвинениями в адрес ДНР, наращивает усилия по подготовке своих войск к возобновлению активных боевых действий. Только одно перечисление населенных пунктов, в направлении которых целую неделю двигалась украинская армия, займет ВСФИР. Но поверьте на слово, этот список очень внушителен. Однако тезисно все же пробежимся по этим населенным пунктам. Мироновский и Николаевка, Васильевка и Романовка, концентрация танковых соединений. Гранитная и Розовка, Донской и Малоигнатовка, позиции реактивных установок ГРАД. Димитра Василидова, Невельской и Красноармейск, гаубичная артиллерия. Зайцева и Александрополь, Опытная и Ольгинка, скопление самоходных артиллерийских установок. Часовьяр, те же Ольгинка, Красноармейск, прибытие лично состава ВСУ в количестве от 500 до 1000 человек в каждом. В Тарасовку прибыли бравые ребята из правого сектора, а в Маринку, Ботовенке и в Один. В Новогродовку до 50 снайперов, наемников из Литвы и Польши. Продолжать? А как вам обстрелы временно оккупированных территорий украинскими фашистами? Подтвержденная информация об обстреле ствольной артиллерии противника населенного пункта Сартана 16 августа сего года. Двое убитых и семь раненых мирных жителей. Цель понятна. Любыми способами очернить армию ДНР, подготовить украинскую общественность и начать боевые действия. Иначе никак. Угадал господин Порошенко? Иначе крак Украине. Пока биндосы дают деньги, нужно воевать. Насильно, с помощью угроз провести очередную мобилизацию. И вперед, в очередной котел. Людей не жалко. Смерть одного – это трагедия, а тысяч – статистика. Кстати, о статистике. Министерство обороны Украины рассказало о потерях украинской армии в ходе конфликта в Донбассе. По данным ведомства, с начала военных действий на территориях ДНР погибли 2300 военнослужащих. Об этом заявил 28 июля 2015 года начальник управления гражданского военного сотрудничества вооруженных сил Алексей Назрачев. Но как-то больше верится беспристрастному видео и фото обычных людей, присылающих нам информацию о безымянных могилах украинских силовиков на кладбищах различных городов Незалежной. В Днепропетровске на прошлой неделе появилась табличка с порядком номером 7563. В Запорожье – 4042. В Одессе – более 3000. Мы все христиане, и православные, и греко-католики. В нашей душе Бог един. Обращаюсь к украинскому народу задуматься о действиях киевских властей и командиров силовых подразделений Украины, которые вас убивают. Бойцы и командиры украинской армии, если вы патриоты своей страны, одумайтесь, это дома, сидя на диване, вы могли верить лживо слащам речам Порошенко. Теперь-то вы знаете, против кого воюете, знаете, кто гибнет под вашими снарядами. Остановите эту братоубийственную войну. Нужна она только таким, как Порошенко, Яценюк, Турчинов, Коломойский, Ярош. Тем более, что на кону огромные деньги. Ну и Горска, а вас миллионы. А как вам новость в последнее часа? Впервые со времени начала карательной, поправляясь, господа укропы, конечно же, антитеррористической операции, прибыла первая штрафная рота, целиком укомплектованная товарищами-уголовниками из исправительно-трудовой колонии города Запорожье. Наступление Украина, я думаю, начнет. Это неоспоримый факт. Ведь это единственный способ для правительства Киева сохранить ускользающую из его рук власть. Пока у страны есть внешний враг, никто не будет задумываться о враге внутреннем. Минские договоренности ослабили не только войну на Донбассе, но и пропаганду, направленную на украинский народ. Утрата власти в стране обернется нынешнему правительству потерей огромных денег. Плюс ко всему, если нынешнее правительство перестанет руководить страной, влияние США на Украину также уменьшится, что крайне нежелательно для Запада. Теперь об успешных действиях нашей разведки. План наступления на Донбасс, утвержденный Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, оказался в руках военного командования ДНР. Итак, общая численность наступательной группировки украинских войск составляет личная состава – более 90 тысяч человек. По замыслу Киева этот блицкрих позволит разбить ополчение и уничтожить независимые республики, полагают Минобороны. Правда, подобные наполеоновские планы ими уже были предприняты, но все это закончилось и Зваринским, и Лавайским, и Дебальцевским котлами, в которых погибло огромное количество украинских солдат. Командование ВСУ к 20 августа сосредоточило для наступления против армии ДНР на линии разграничения три ударные группировки войск на Мариупольском, Донецком и Дебальцевском направлениях. В общей сложности враг выстоял против нас 56,5 тысяч солдат, 1570 БМП, 310 танков, 150 реактивных систем залпа огня, 650 единиц артиллерийских орудий и минометов, ракетную бригаду «Точка-У» и 2250 противотанковых средств. Как отвлекающий маневр на первом этапе наступления – нанесение удара в стык армии ДНР и народной милиции «ЛНР», чтобы воспрепятствовать луганчанам идти на выручку к нам. Для этого на луганском направлении враг сосредоточил 18,5 тысяч личного состава и огромное количество бронетехники. Наконец, в резерве укропов находится чуть более 14 тысяч человек с бронетехникой, которые сведены в две отдельные танковые бригады, четыре аэромобильные бригады, одну воздушно-десантную бригаду, три артиллерийских бригады и бригаду РСЗО. 21 августа сего года командование Вооруженных сил Украины распространило попытку оправдания, сообщив, что, мол, карта, которая была обнародована Министерством обороны ДНР, является недостоверной. Якобы украинские генералы распространили свои замыслы на наступлении для того, чтобы скрыть подготовку к обороне. Лживые аргументы украинского командования получились неубедительными, а реакция карателей в зоне АТО сейчас напоминает поведение зверя, застегнуто врасплох. После обнародования реальных замыслов наступления Вооруженных сил Украины в рядах украинского генералитета наблюдается полное замешательство. Отдельные украинские подразделения хаотично, под покровом ночи, меняли позиции. Спич Порошенко в Чугуеве 22 августа многое объясняет. Вообще, для чего Киеву необходимы были минские соглашения? И к чему каратели готовы сейчас? Сегодня мы уже значительно лучше, чем р год назад готовы к обороне, к защиту нашей Украины. Минские соглашения, как бы кто их не критиковал, дали нам фору, дали нам час для смысления украинской оборудовательности. Они помогли хотя бы частично подолать, очевидно, военно-техническое отставание от России. Говорите, что здесь находится Российская армия, так найдите ее и воюйте с ней. Молчите? Правильно. Языком можно и с россиянами повоевать, одурманивая свой собственный народ. А на деле воюете, господа миллиардеры, со стариками, женщинами, детьми и простыми донбасскими работягами, взявшими в руки оружие для защиты своей малой родины. Русские и украинцы не являются единым народом. Об этом заявил Петр Порошенко на встрече с общественностью. По мнению украинского президента, никакого братства между нами нет. Есть, цитирую, единый украинский народ, следующий в Европу, и русский, который находится в глубоком кризисе. Конец цитаты. Даже каленым железом не могут выветрить из мозгов здравомыслящих офицеров ВСУ веру в братство русского и украинского народов, веру в преступность развязанной бойни. Ну а мы своевременно получаем сведения о передислокации украинских войск. Поэтому фашистское командование, несмотря на ограничение доступа к боевым документам, не смогло создать условия для скрытности и внезапности своих действий. Их поступки неминуемо приведут к гибели тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей, как насильно пригнанных сюда вояк, так и не желающих покидать свою родину, мирных жителей Донбасса. Преданное преступной хунте военное командование готовит украинские войска к неминуемым потерям и самому крупному за всю историю конфликта на Донбассе поражению ВСУ. Как это будет, спросите вы? Отвечу тысячам и тысячам одурманенных украинцам с оружием, пришедшим на мою малую родину. Для начала спрогнозирую, что ваше наступление – это последний шанс Порошенко, последний штурм Донбасса. Поэтому он не пощадит никого. У него просто нет другого выхода. Или пан, или пропал. Американцы не прощают поражение никому из своих шестерок. Однако вам необходимо понимать и то, что Донбассу отступать некуда. Сопротивляться мы будем отчаянно, сражаясь за каждый дом, каждую улицу, ибо это наши дома и улицы наши, наши города. Мы не сидели сложа руки, работали и тщательно готовились. Мы будем беспощадны в своем гневе. Все подступы к городам тщательно пристрелены. Мы знаем каждый ваш шаг, ибо вы воюете с народом. Для нас это наша священная отечественная война. Поэтому патриоты на оккупированной территории знают о вас все, все ваши планы. Вам некуда скрыться. Наши орудия будут сжечь вас массированным огнем по площадям. Если вы попробуете войти в наши города, мы будем уничтожать вас с каждого окна, из-за каждого угла, с крыши каждого дома. Уничтожать со всех видов оружия, с заранее подготовленных позиций. Вы же будете метаться по чужим городам, в четных поисках укрытия. Мы не пойдем вперед, пока не решим главную задачу – сжечь всю вашу технику и отправить самых отчаянных из вас на кладбище к тем безымянным тысячам, которых вы уже похоронили. Ибо после той бойни, которую вы нам хотите навязать, обещаю, вас родная мать не узнает. И только тогда, когда остатки вас будут обескровлены, мы начнем решающее наступление. Вас сейчас натаскивают пиндосы на штурмовые действия в городах. Реально же вам надо готовиться к обороне во враждебной для вас среде, на территориях, где большинство населения вас просто ненавидит. Поэтому вы обязательно дрогните. Не можете не дрогнуть. Готовитесь к безумию штурма, получите безумное бегство обезумевшей толпы. Вас ждет беспорядочное отступление, потеря управляемости, осмысленности действий. И предупреждаю, для вас нового Минска не будет. А для карателей, а мы знаем их поименно, не будет ни белого флага, ни поднятых рук. У вас нет ни единого шанса. Нам отступать некуда. И как мы далеко вас погоним, одному только Богу известно. Но знаю, что нас ждут патриоты по всей Новороссии. И вам еще вспомнят слезы матерей, заживо сожженных в Одессе. Разрушенные памятники нашей, не вашей истории, в Харькове, Запорожье, Николаеве, Кирсоне. Вам вспомнят слезы жен, подруг, сестер, над которыми вы надругались, думая, что все сойдет с рук. Мы будем беспощадны. Кровь за кровь, смерть за смерть. Сила народного гнева сильнее силы человека ненавистничества. Илья Оренбург в годы Великой Отечественной войны написал свое знаменитое «Убей немца». В сердцах каждого из нас, в нашей Отечественной войне, зреет то же самое к вам. В этой войне мы, жителям национального Донбасса, украинцы, греки, татары, евреи, в это лихолетие ощутили себя русскими людьми. Людьми, которых никто и никогда не поставил на колени. Нас тысячами живыми сбрасывали в шурфы наших же шахт, гноили в концлагерях, а мы снова и снова восставали из пепла. Народ победить нельзя. Хотите этого? Наступайте. Но знайте, что в день вашего наступления вы уже будете мертвы, и вашей кровью будет оплачен мир, но уже на наших условиях. У вас практически нет выхода. Вы сами себя загнали в ловушку, и выбраться из нее можете только так, развернуть всю армию против Порошенко и же с ним. Наконец, картину маслом закончим красочным выступлением первого президента Украины, господина Кравчука. У вас окупованная территория, у вас окупационная влада, и она соответствует за то, как живет и как работает эта территория. Как вы думаете, дорогие земляки, мы после таких пламенных речей все еще ощущаем себя украинцами или нет? А теперь коротко о делах батальона. Враг готовится к штурму и думает, что мы безропотно будем сидеть в окопах и блиндажах. Но лучший способ обороны – это атака или активная оборона. Вот этот вид боя и отрабатывали ребята на полигоне. Точнее, отрабатывали огневой налет с использованием огнеметов, а также отрабатывали элементы штурма укреплений противника, уничтожения блиндажа с зачисткой прилегающих траншей и захватом образцов вооружения и документов. Другая группа до автоматизма отрабатывала стрельбу из пистолета. В любой ситуации, из любого положения наши бойцы способны поразить врага без единого промаха. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Посмотрим, как будут развиваться события на этой неделе. Мы обязательно расскажем вам о них. До свидания, дорогие друзья!